Таможня – дело тонкое, весьма удачно, характеризующая работу таможенных служб фраза из семи любимого фильма «Белое солнце пустыни». А сегодня эта государственная структура – неотъемлемая часть любой страны, поскольку отвечает прежде всего за экономическую безопасность. Потому, помимо тонкости в подходе, используются различные формы и методы усовершенствования работы таможенных органов. Один из подходов – выработка решений совместно с предельными государствами. Таковой стала и встреча руководителей таможенных служб Белоруссии и Польши в автодорожном пункте пропуска Козловича. Сегодня руководителями таможенных служб Республики Белоруссии и Польши рассматривался целый блок вопросов ускорения прохождения границы, упрощения совершения таможенных операций, изменения специализации пунктов пропуска. Все эти вопросы в ближайшей перспективе должны дать положительный эффект в прохождении границы. Сегодня уже можно говорить о том, что в скором будущем пункты пропуска на белорусско-польской границе, Домачево-Словатичи и Пещатка-Половцы в ближайшее время изменят свой статус и специализацию. Из межгосударственных они станут международными уже к концу 2014-го, начало 2015-го года. А значит, через эти пункты пропуска смогут двигаться транспортные средства не только Белоруссии и Польши, но и других стран. Тем самым это разгрузит такой гигант, как пункт пропуска Козловища, где за сутки пропускают 1150 грузовиков. Это крупнейший переход в Европе. Аналогового ему нет и в таможенном союзе. В каждом пункте пропуска есть своя пропускная способность. Кстати, в настоящее время пропуск, особенно грузовых транспортных средств, превышает те нормы, которые установлены пропускной способностью проектной. Это по всей белорусско-польской границе. Что касается движения физических лиц, то здесь у нас еще резервы есть, поэтому можем пропустить и больше. По грузовикам у нас уже довольно сильно перенасыщено. Но мы в настоящее время как раз и на этой встрече руководители обсуждали те технологии, которые позволят, не расширяя, не реконструируя постоянно пункты пропуска за счет именно технологий, за счет обмена информацией, ускорять прохождение, тем самым увеличивая пропускную способность. Во время двусторонней встречи были рассмотрены и другие вопросы взаимодействия и сотрудничества, связанные с ускорением прохождения границы и упрощением совершения таможенных операций. Недалек тот час, когда на белорусско-польском участке границы будет введена система электронного бронирования очереди. Программу планируется запустить в начале 2015 года в пункте пропуска Корощен-Козловичи. Польская сторона уже готовит пилотный проект. Подобная система готовится к введению и с белорусской стороны. Основанием для синхронизации данного процесса является четырехстороннее соглашение о пропускной способности белорусско-польского участка границы, которое подписано представителями таможенных служб России и Белоруссии, пограничными службами Белоруссии и Польши. Соответственно, это самый первый проект такого плана, такого масштаба. Организацией будет заниматься каждая сторона самостоятельно. На сегодняшней встрече была достигнута договоренность о том, что при реализации каждой из сторон на территорию Польши будут приглашены специалисты белорусской таможенной службы, и, соответственно, на территорию Белоруссии будут приглашены представители польской таможенной службы. С входом времени каждый из сторон будет иметь представление и принимать участие в процессе реализации данной программы на территории сопредельного государства. Грядущие изменения потребовали и решения многих организационных вопросов. Представителями обеих сторон принято решение о создании рабочей группы по обмену информацией. Продолжение следует...